Слова hardly, barely, scarcely и no sooner используются в английском языке довольно часто. Но у этих слов есть разные значения, разные нюансы. Иногда их действительно можно использовать взаимозаменяемо, но иногда есть нюансы. Оставайтесь со мной, вы смотрите канал Puzzle English, и сегодня разберемся в том, как эти слова используются. Итак, во-первых, такие наречия, как hardly, barely и scarcely могут быть наречиями меры. То есть показывать, в какой мере выполняется действие. И переводиться как едва, либо почти не. Пример. I hardly know him. Я его почти не знаю. I barely know him. Я его почти не знаю. И I scarcely know him. То же самое. Я его почти не знаю. Я его едва знаю. Далее. Hardly, часто в сочетании с ever и scarcely, могут быть наречиями часто ты. То есть как часто выполняется действие. И, соответственно, перевод будет почти никогда. Пример. They hardly visit us. Или they hardly ever visit us. They scarcely visit us. Они очень редко приходят к нам. Ну, в гости, имеется в виду. Да, обратите внимание, что в этом случае barely не используется, потому что у него нет такого значения. Идем далее. Наречия hardly, scarcely и barely также могут быть частью конструкции с past perfect. Это такая довольно формальная конструкция. Тем не менее, она встречается в английском языке. То есть в первой части используется past perfect вместе с этими наречиями. Затем идут слова when или before. И далее следует предложение в past simple. Приведу пример. The clock had barely, scarcely, hardly struck midnight when her carriage turned into a pumpkin. Как только часы пробили полночь, ее карета превратилась в тыкву. То есть в этом случае наши наречия будут переводиться как «как только». Это довольно формальный способ сообщить информацию, но существует еще более формальный, такой несколько устаревший литературно-книжный стиль. Это использование инверсии. Здесь обращайте внимание на порядок слов. Если мы используем инверсию, то у нас получается, что наречие выносится на самую первую позицию. Hardly. Далее идет вспомогательный глагол had, подлежащее the clock struck midnight when her carriage turned into a pumpkin. То же самое, как только часы пробили 12, ее карета превратилась в тыкву. Но порядок слов. Еще раз. Hardly had the clock struck midnight и так далее. То есть не только наречие переносится в начало, но и меняется порядок слов. Двигаемся дальше. Слово, точнее, сочетание no sooner. Используется и имеет значение то же самое, как только. Однако с ним идет слово then. Не when, не before, а именно then. Использовать здесь when было бы ошибкой. Переведу пример. I had no sooner left than I remembered about the presents. Как только я ушел, я вспомнил про подарки. Либо то же самое можно использовать инверсию. No sooner had I left than I remembered about the presents. Ладно, не буду вас долго мучить. Переходим к словам, которые имеют уникальные значения и только в этих значениях могут использоваться. То есть их нельзя заменить другими словами. Barely. У слова barely есть значение всего лишь. И это значение приобретается, когда мы используем его вместе с каким-то количеством. Пример. Barely ten percent of them voted against the law. Всего лишь десять процентов проголосовало против закона. Слово hardly. Слово hardly может использоваться как такое усиление, усиленное отрицание. Пример. It's hardly surprising that he doesn't have any friends. He is a toxic person. Очень совершенно неудивительно, что у него нет друзей. Он вредный человек. То есть the hardly surprising будет совершенно неудивительно. Ничего удивительного в этом нет. Такое сильное отрицание. Итак, на этом наш урок подходит к концу. Тема довольно-таки объемная, сложная. Порядок слов. Нюансы значений. Все нужно запомнить. Потренироваться вам поможет наше упражнение, которое мы специально готовим для вас. Упражнение найдете по ссылке под этим видео. Я желаю вам успехов и увидимся в новых уроках. Пока-пока.